Всероссийская студенческая юридическая олимпиада в России проводится уже в 17-й раз. В этом году она впервые переехала из Москвы в Сочи. Чтобы попасть в олимпийскую столицу, студенты прошли серьезный отбор. Лучших определяли в более чем пяти сотнях юридических вузах страны от Калининграда до Владивостока. В финале оказались 80 студентов-юристов. Конечно, это большая честь, это большая ответственность. И мой университет, все мои знакомые за меня очень сильно переживают. Я не могу их подвести, поэтому я надеюсь все-таки на победу. И как бы волнение присутствует, но все равно уверенность в себе она и есть. Победители в финале будут определять в трех основных номинациях – уголовное, гражданское и конституционное право. Плюс в нескольких дополнительных. Особых призов или льгот победители Олимпиады не получат. Но главный результат, отмечают организаторы, это вклад в личный рост и профессию. Я еще сам был студентом, и в первой Олимпиаде принимал участие как конкурсант. Те ребята, которые тогда со мной были студентами, прошло 17 лет с первой Олимпиады, я многих встречаю. То есть многие уже стали кандидатами наук, кто-то стал доктором наук, кто-то очень хорошо и востребован в юридической практике, в юридическом мире. То есть это социально активные ребята, которые потом не пропадают. Кроме написания тестовых заданий, студентов в Сочи ждет насыщенная программа. В первую очередь – экскурсионная. Они посмотрят главные достопримечательности курорта, в том числе олимпийские объекты. Спасибо всем.